СПАРТАК Юрий Павлович, вышли на матч в кепке, в пиджаке, пропустили мяч, сняли кепку, на второй тайм вообще без пиджака вышли. Суеверие все-таки? Да что вы реагируете на это? Я думаю, что на это не надо реагировать. Каждый по-разному. Тренер Спартака тоже поменял носки, по-моему, перерыв. А я пиджак снял. Ну что, я думаю, для болельщиков это неинтересно. Это для себя какое-то самоуспокоение может быть. Юрий Павлович, скажите, пожалуйста, чем связана замена Александра Самедова? И оцените, пожалуйста, состояние и вообще дебюты Игоря Денисова и Игоря Партнягина. Насколько они готовы сейчас на 100%? Я думаю, готовность Денисова, она может значительно лучше, чем сейчас. Ну, достаточно такой хороший уровень, который был в тренировочной работе за эти дни, поэтому он играл в стартом составе. То, что касается Самедова, ну, Самедова поменял по простой причине, что Камбаров был более активен, чем Самедова. Вот и все. Про Партнягина, так же, как и про другого нападающего, про Хенти, можно говорить. Но если не забил и не имел особенно много моментов, хотя у Партнягина был один 100% момент, когда он промахнулся, они должны более качественную все-таки показывать игру для того, чтобы добиваться результата. И один, и второй. Юрий Павлович, по ходу трансляции доводилось читать много мнений, ну, в соцсетях, что «Локомотив» мог бы сыграть больше от защиты, больше на контратаках. Вы рассматривали такую возможность или изначально хотели именно свою игру показывать? Мы рассматривали и игру на контратакующих действиях, мы рассматривали на игру, как во втором тайме, плановые атаки, но гол не забили, гол определяет все. Поэтому сейчас, что рассматривали, говорить это бесполезно, все уже прошло. Трех очков нету. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин